Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, когда-то уже достаточно давно я решил купить стимовскую версию GTA Samp. Решил я её купить по нескольким причинам. Первое, это конечно же поддержать Rockstar Games, типа, ну так или иначе, почему бы не поддержать компанию, корпорацию, я не знаю, там сообщество ВКонтакте, блять, а которая делает одну из любимых серий моих игр, возможно даже самую любимую серию моих игр, хотя мне GTA V не особо нравится, GTA IV там функционал, но это не особо важно, как лично мне кажется. Так вот, и ещё одна причина была в том, что я думал, что данная версия GTA, она стабильна, то есть без вылетов, без крашей, без всего и так далее. И вот, я купил GTA San Andreas в стиме и взялся проходить начальные вот эти вот, знаете, все миссии, одиночку в общем, я начал проходить, потому что хотел получить достижения. И, как вы можете понять, достижений в GTA San Andreas нету. Ну, как бы, если вы не знаете, то в стиме практически во всех новых играх есть какие-никакие, но достижения, которые тебе даются за выполнение тех или иных заданий в игре. Так вот, в GTA San Andreas их не было, но похуй на это, я же купил игру играть, а не чтоб там достижения или карточки какие-нибудь в стиме выбивать, вообще поебать. Решил, то есть, настакивать часы, и, наверное, часы игры это единственное то, что в этой версии, блять, работает, потому что всё остальное это просто пиздец. То есть, радио там хуёвое, там нету нормальных радиостанций, на которых нормальная, блять, песня, их нету, потому что они просрочили контракт на авторские права на нормальные песни, и поэтому там теперь играет какая-то залупа. Там просто говнище-то, такой гов... Я, блять, просто не понимаю, как они могли такое сделать. Но, блять, похуй на это, блять, радио, похуй, я же в самп захотел поиграть, да? Скачиваю я, значит, самп, хочу установить, указываю директорию игры в стиме, а там она не устанавливается. Пиздец, то есть её даже нормально поставить нельзя. И, чтобы вы понимали, как устанавливается, блять, вот этот вот самп в стимовскую версию GTA, блять, сейчас я вам расскажу. А вам нужно в корневую папку с игрой закинуть, блять, экзешник. Экзешник от какой-то пиратской, блять, версии, версии 1.0 или наподобие того, для того, чтобы установить, блять, самп в лицензионную версию GTA San Andreas. Блять, похуй, установил. Устанавливаю я, значит, вот этот вот самп весь и так далее. Установился, вроде всё, захожу, всё нормально. Русификатора, блять, нету. Но, блять, похуй, можно и без русификатора играть, но я решил всё-таки его поставить. Скачиваю русификатор от SL. Это не ютубер, если чё, по мифсам, это русифицирование такое. Скачиваю русификатор от SL, блять, он так же не ставится. Оказывается, что, когда ты указываешь путь русификации, типа, вот на эту вот стимовскую GTA, там какого-то хуя ставится, типа, 2 папки GTA San Andreas. То есть, одна существующая, другая нет. Я не знаю, блять, как это работает. И как они это сделали? Ну, это полнейшее, блять, говно. Ой, блять. Ну, ладно, похуй. То есть, установил русификатор, всё установил, блять. Решаю поставить какие-нибудь Клео. Там, поставил Fast Connect, поставил там ещё что-то, 160 хп бар. Захожу в игру, она крашится. Просто, блять, она крашится. Всё, блять. И я удаляю все эти Клео. Игра вообще не заходится. Всё, блять. Даже в Сам Самп выдает какую-то ошибку, хуй пойми какую. Пиздец. Это просто полнейший пиздец. Ладно, хуй. Похуй на это. Похуй. Нажимаешь свойства, проверить локальные файлы. Проверяешь файлы, блять. Оказывается, что, блять, файлов каких-то не достаёт в игре. Ну, охуеть. Теперь накачиваешь 50 мегабайт, всё слетает. Всё, блять. Это такое говнище. Я просто, блять, не понимаю. Слетает Самп, слетает русификация, слетают Клео, слетают все настройки, блять. Всё. Всё нужно ставить заново. И так по кругу, блять, колесо Сансары даёт, блять, оборот. Я, блять, пиздец. GTA с Андрес в Стиме, Rockstar Games. Да как же вы же смогли такую версию GTA-то сделать? Я просто, блять, не понимаю. На неё мало того, что нихуя не ставится ещё и играть, блять. Невозможно. Это из-за того, что FPS Unlock, блять. Невозможно поставить там ебучее 60 кадров. Это максимум, блять. Как мне играть на каптах, я не понимаю, нахуй. Пиздец. Я не играю на каптах, но так или иначе, если бы я играл, как бы я, блять, играл со Стимовской версией GTA? Единственное, блять, два плюса есть в этой, блять, версии GTA. Первое. Встроенный браузер в оверлей Стима. Но его можно, по-моему, просто как-то там через Клео в обычном GTA-сампе поставить. И второе, второе, вот самое важное, блять, забыл. Сейчас, сейчас вспомню, погодите. И второе, самое важное, это, блять, то, что учитываются часы. То есть ты можешь наблюдать за тем, сколько часов ты проебал, блять, в этой игре. Всё. Это всё, что можно делать, блять. И я в этой игре проебал уже 5 часов, 5000 часов своего времени, нахуй. Естественно, я не всё играл, потому что когда там просто запущен сам клиент, часы тоже идут. Однако, это просто пиздец. Я хочу настакать, блять, 10 тысяч часов в этом ебучем GTA San Andreas в Стиме. Удалить её, нахуй. И больше никогда, блять, не заходить. Потому что это такое говнище, блять. Это лютейшее говно. Rockstar Games, да как же вы так сделали-то, блять. Я фанат, нахуй, GTA San Andreas. Это лучшая часть GTA, по моему мнению, блять. Там и сюжет, и графика, и всё, блять. Там настолько всё проработано, я просто не могу, блять. Это самая большая GTA на функционал. Просто, ахуй, RPG составляющая 12 из 10, блять. Транспорт 18 из 25, блять. Просто, я могу долго, блять, обмусоливать GTA San Andreas, но это охуительная игра. GTA 5 сосёт, блять. Просто сосёт со своей незапоминающейся картой. В San Andreas я знаю каждый уголок, всё я, блять, знаю. В GTA 5 карта, блять, сколько бы я её не изучал, сколько бы я по ней не ездил, она не запоминается. В GTA San Andreas я знаю, блять, каждый лесок, каждый, блять, город. А там три города, понимаете? Там три города, блять. А чуваки из Rockstar Games в GTA 5 не смогли один, блять, уместить в Лос-Анджелес. Что с вами не так, я, блять, просто не понимаю. И никто это, блять, не фиксит. Есть видео от Вадима Эмма по даунгрейду GTA San Andreas, блять, но какой тогда смысл? И тогда теряются вот эти вот два плюса, которые я ранее назвал. Это внутренний браузер в РЛС Стима и статистика часов. И нахуй тогда её покупать, если можно обычную, блять, GTA San Andreas, блять, скачать лайт-версию, там, полтора гигабайта, которая весит, и всё, блять, и играть так же. Я не понимаю, меня просто наебали, блять, на деньги Rockstar Games. Я просто, меня, блять, наебали на доллары. Я не, что, блять, кто мне вернёт эти деньги, блять, Rockstar Games. Я понимаю, что я вам отдал, блять, за некачественный продукт абсолютно. То есть, GTA San Andreas одиночка, да, охуительная. Блять, ну, радио вы вырезали, блять, радио, нахуй. Это в игре, где ты проводишь в машине, блять, наверное, я не знаю, 50 процентов, если не 60 процентов геймплея, блять. Просто вы вырезали радио, блять, охуеть. Я, что, я пешком теперь должен бегать, чтобы эту хуету не слушать, или что, блять. А, ещё забыл про один вам баг рассказать. Если вы устанавливаете, блять, сам в эту версию GTA и не заменяете папку аудио, либо просто её не удаляете, то тогда, когда вы садитесь в машину, она, блять, крашится. Лечится это тем, что ты просто либо удаляешь папку аудио, и у тебя нету никаких звуков в игре, вообще никаких. Либо ты ставишь папку аудио, которая лайт-версия и так далее. Я просто, блять, не понимаю, я, блять, я просто не понимаю, как такое может быть, я нахуй ума не приложу. Ладно, хуй с ним, хуй с ним, блять. Rockstar Games, это просто, блять, не важно. Ещё и Владивосток FM в GTA 4 убили, блять, вам не стыдно вообще, нахуй? Пиздец, блять. Ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не покупайте GTA San Andreas в стиме ни в коем, блять, случае. Лучше задонатите их мне, блять, на стриме, эти деньги, которые вы можете потратить на GTA San Andreas, задонатите их мне на стриме. Потому что то, что вы приобретёте за те деньги, это просто, это пиздец, деньги, блять, просто... Если вы возьмёте вот так вот купюр денег и подотрётесь ей, это доставит вам больше эстетического удовольствия, чем если вы купите GTA San Andreas, блять, в стиме. В общем, ладно, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok